Всем здарова! И спустя 5 лет мы возвращаем новости. Поехали! Аризона объявляет об открытии нового 26 сервера Far Away. Казалось бы, ничего особенного открытия, как открытие. После сообщается, что на этот сервер переходит стример Мараш Шакур. А вот тут уже стоит задуматься. Как-то всё подозрительно выглядит. Открытие проходит успешно, без каких-либо проблем. Все игроки довольны и начинают развиваться. Или не все игроки довольны. И вот здесь у нас появляется новый персонаж нашего выпуска. Майнкрафт! Майнпок. Как и все остальные игроки, он тоже пытался занять свою нишу на сервере и начать развиваться. Но, к сожалению, всё пошло не по плану. Почему? Ща расскажу. По его словам, было невозможно конкурировать на сервере, так как Мараш взял под свой контроль совершенно всё, что можно было взять. На открытии Саня имел тысячи АЗ монет, которые передавал новичкам, дабы они прокачались до 6 уровня и сразу же ввели его промокод. Тем самым набирал себе огромное количество активаций моментально, прокачивал промокод дальше, не оставал ни малейших шансов остальным другим игрокам и другим промокодам. После появились проблемы и с бизнесами, а именно началась какая-то война баров. Ютубер Майнпок купил свой бар, как последняя надежда в чём-то проявить себя на новом сервере. Но даже здесь всё пошло не по плану. Через пару дней Мараш заявляет, что тоже хочет приобрести бар и его развивать. Представили лицо Майнпока? Так вот, Саня решил не напрягаться и просто сказал. Майнпок, отдай мне этот бар. Отдай мне этот бар. Майнпок, отдай мне этот бар. Саня Марас получает очередной отказ от Майнпока и, собственно, происходит следующее. Майнпок, или ты отдашь мне этот бар, или я возьму и уничтожу твою монополию. Дело принципа, блять. Себе бар или чей-то начну рекламировать максимально и волью деньги в чей-то другой. А зачем я вкладывал в это 20 часов жизни, чтобы ты пришёл и создал конкуренцию, забрал всю финку? Я и так это сделаю, Майнпок. Блять, я же и так это сделаю. Ну тут, блин, ну тут вариантов немного. Ещё раз представим лицо Майнпока. И это ещё ютубер. Не просто игрок, у которого вообще ничего нет. Здесь хотя бы есть какой-то ютуб-канал, какая-то аудитория, с помощью которой можно как-то отвечать и конкурировать против Сани. Но это всё равно никого не спасает и в очередной раз доказывает то, что как Саня захочет, так и будет происходить на его сервере. Блять, я же и так это сделаю. Ну тут, блин, ну тут вариантов немного. Получается, что Мараз у нас подкован во всех сферах. У него и моментальный топ-1 промокод на сервере, который был не очень честно вкачан. Я думаю, там и семья Шакур тоже не отставала. По-любому топ-1 было, да? Так ещё и получается, сверху забираем бизнесы, угрожая остальным владельцам. Или ты отдашь мне этот бар, или я возьму и уничтожу твою монополию. Дело принципа, блять. На следующий день, после разоблачения от Мейнпока, проходит очередной стрим Мараса, итоги которого довольно интересные. Бар Марас Шакура сливается в гос. Запомните, я не, блять, нытик-пидорас, блять, которому вот так сосать за верты. Мне вообще пух. Не беси меня, деньги, скидывай, блять, тормоз. Я, блять, в отличие от некоторых, блять, за верты не трясусь. Скидывай 200 миллионов, блять. Я тебе даю минуту скинуть, блять, деньги. Иначе у тебя, сука, минус аккаунт. Но если так все ровно на верты, зачем было вообще создавать конкуренцию во всем, что только можно было? И моментально сделать себе топовый промокод, чтобы его вводили и фармить себе АЗ Монеты. Ну а сверху еще и угрозы другим ютуберам, отдавай мне бар, либо будет хуже. Или ты отдашь мне этот бар, или я возьму и уничтожу твою монополию. После он удаляет свою прокачанную фаму. Но чтобы это все закрепить, он еще сверху и Майнпока забанил. Войной значит войной. Банов до разбирательств. Обман игроков. Ну а что там по финке у бара? Вот это финка, когда я в сети был 10-12 часов. Скажите, пожалуйста, бар в такой жопе, в такой пизде, такого крупного ютубера Майнпока, мог бы приносить по 170 миллионов каждый день? Или за сегодня даже 75. Да, мог. Не, парни, не мог. Они крутили финку. Они крутили финку для того, чтобы говорить, что он охуенно ебать. Что он охуенно все делал. Так, ага, значит финка все же накручена и денег толком нет. Ты одолжил у парней деньги. Должен был вернуть деньги еще в 10 назад. Деньги у тебя есть. Деньги ты не захотел вернуть. Ну, финка же идет, блядь. Деньги есть. Так подожди, только что там не было же денег, она же накручена. После этого всего Александр становится неприкасаемый, он сливает свой бар, никаких к нему претензий больше нет и теперь вы виноваты, а не он. Это не ютубер, я имею право банить. Это не война баров, потому что это... Бара у меня нету. За что теперь можно предъявить Майнпок? Я не знаю, на что Марас так сильно обиделся, но Майнпока ролик мне понравился. Все это было по факту сказано, очень информативно. И такие ситуации реально происходят, когда ютуберы немного перебарщивают. Я давно знал, понимал, что как бы у Сани огромная аудитория, а это значит и куча вильт, бесконечные азэ монеты, куча всяких связей, привилегий, но зачем этим так сильно выпендриваться? Или чей-то начну рекламировать максимально и волью деньги в чей-то другой. Слышите, Майнпоковцы? Как бы вас назвать правильно? Какие-то непонятные, провокационные вопросы по поводу промокода, а если даже ответили все да, вам по 4 миллиона выдавали? Да. Скажите мне в ВК. Вы что же скрините, как вам 4 миллиона перевели? И вообще, какой смысл спрашивать про чужой промокод на своем стриме? Очевидно, большинство напишет, что нет, они же ввели шакур. Что ж, Майнпоков? Пиши жалобу на форум. Сначала обижаемся и сливаем топовый бар, который через пару дней никому не нужен будет. После мы говорим, какой мы молодец, и нам вообще все это не надо было. Я, блядь, в отличие от некоторых, блядь, за верты не трясусь. Я тебе даю минуту скинуть, блядь, деньги! Забываем наказать своего обидчика. До разбирательства. И начинаем развлекать чат, чтобы они забыли, что вообще произошло. Играю нечестно, что я пидорас, что я вся хуйня. Я вспоминаю вот эту вы... Что? 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 Я на весь экран тебя сделаю. Ты красивый. Соседи. Блин, такой красивый. Какой красивый, отвечаю. Бля, мне понравился. Бля, такой красивый. И вот здесь вообще неприятная ситуация. Подъебывать человека за его внешность или за его эмоции на стриме. Согласись, это уже, ну, совсем некрасиво. И все это из-за какого-то ролика, где человек даже упомянул, что всегда тебя смотрит и хорошо к тебе относится. Честно, я не знаю, зачем так было поступать. Ведь я всегда хорошо относился к Александру. и мне нравилось смотреть его стримы. Я всегда уважал Мараса за то, что он сделал такой стабильный огромный онлайн на Аризоне. Но ты зачем-то на тысячи зрителей начал его позорить. Блин, такой красивый. Такой красивый, отвечаю. Бля, мне понравился. Помните, я не, блядь, нытик-пидарас, блядь, которому вот так сосать за верты. Мне вообще пух. Войной, значит войной. Банов до разбирательств. Я понимаю, что отчасти это образ Мараса быть злым, таким вредным администратором. Из года в год ты чувствуешься королем сервера. А может уже и королем всей Аризоны. Но везде есть грань, про которую нельзя забывать. Подобная ситуация была у меня на сервере Ява, которая открылась четыре месяца назад. Бегаю я бичиком на открытии, работаю на ферме и ко мне подбегает игрок и начинает меня оскорблять и обвинять то, что я мешаю ему играть со своей шайкой ютуберов. Прикиньте, только через один месяц я понял, о чем мне говорил тот самый игрок. А оказывается он говорил про Рома Дита, Нора Лива и их компашку, которые приходили на новые сервера, донатили, скупали бизнесы, делали монополии и тупо не давали возможности другим игрокам. Это конечно забавно, но зачем приходить на каждый сервер и подобным заниматься? Тем более еще и на админке. Если у вас есть желание покупать какие-то бизнесы, делать монополии, но делайте это на своем сервере либо без админки, да и тем более по правилам. В случае на Яве некоторые ютуберы клали хрен на правила и просьбы главного администратора. В наглу их нарушали, крутили рулетки, которые были запрещены. Как вообще стоит реагировать, когда прям на моих глазах многие игроки отлетали в бан за игру в рулетку и жребья? Но в это же время выходили видосы на канале Рома Дита, где они играли в рулетку на 5 миллиардов вирт. Еще видеоролики засняли, где обвиняли нашего ГА. Но поскольку в ролике была куча клеветы, куча неправды, и к сожалению, после этого ГА сервер вообще ушел со своего поста. Только когда на моих глазах я все это сам лично увидел, как ютуберы обошли наказание, как они забивали хрен на какие-то правила и делали так, как они хотят, я вспомнил про того игрока, который переживал и жаловался. И он имел в виду вот про эту компанию ютуберов, которые на тот момент хотели скупить все бары и все нефтевышки. Хочу подметить, что кроме Диту и ко всем остальным ребятам в Марасу я нормально отношусь, но я лишь просто напоминаю, что мы ютуберы, которые должны приводить позитив на сервер и делать приятные условия для игры. Вы здесь не ради того, чтобы монополии бизнесов собирать и верты формить. Вы, чтобы Аризону развивать, первоначально здесь были ради этого. С вами был Ярослав Брулев. Новости по Сампу. Ставь лайк и пиши свое мнение в комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok